Всем привет! Ну что, с Новым Возгодом! С новым счастьем! Надеюсь, праздники у вас прошли хорошо. Я путешествовала, была вне дома почти три недели, поэтому за это время у меня набралось несколько посылок, покупок. И не откладывая в долг ящик, давайте мы с вами поболтаем, посмотрим, что у меня здесь набралось интересного. И начну я сразу же с профилок. Не успела я вам похвастаться своей находкой, приобретением... Что? Ну все время у меня куда-то не туда лезет. Ну что делать? Куда отмахиваться сегодня от своей щупки? Не успела вам похвастаться новым парфюмом, который мне очень понравился от компании Etat Libre Derange. Мне безумно понравился их парфюм Like This. Купила я его себе в походном варианте, и думаю, если разносится, то куплю в полноценный. А казалось, что оказалось? Во-первых, казалось, что этот парфюм носит на себе лицо мой любимый Тилди Суинтон, что ему сразу добавило, наверное, миллион поинтов бонусных. А второе оказалось, что он оказывается limited edition, то есть он лимитка, и это означает, что в какой-то момент его могут снять с производства. Третье, что оказалось, что всю линейку Etat Libre Derange в Sephora выбросили на скидки, кроме этого парфюма, который убрали вообще. Вот тут у меня началась некая паника. Я нашла, наверное, в двух местах, в каких-то углах интернета этот парфюм, подумав его купить, уже, конечно же, не на скид, но, честно говоря, меня это шокировало. Буквально недавно я его только для себя открыла в магазине, только купила пробник, не успела даже закончить эту походную версию, чтобы как-то, знаете, принюхаться, расчувствовать, как парфюм просто уже исчез с полных магазинов. В общем, меня это несколько шокировало, я как-то совершенно в недоумении нахожусь. Что хотела вам еще раз сказать про этот парфюм? Парфюм я совершенно влюблена, совершенно точно хочу его полную версию. Одна из вещей, которую, мне кажется, я вам недостаточно точно про него рассказала, это то, что в нем есть такая теплая, сухая сладость. В добавлении, мне казалось, что это там выглядывает ярко имбирь, джинджер. На самом деле, наверное, настолько же ярко и настолько же интересно там солирует такая вкусная, карамельно-тепло-сладкая тыква. Я вообще тыквенные ароматы не так, чтобы прям сильно очень люблю, но в этом парфюме вот все сочетание того, что там было, меня удивило, что мне это безумно понравилось. Когда я читала ноты, я бы не сказала, что эти ноты обычно не нравятся в парфюме, я бы никогда его, знаете, вслепую не купила. Но затестив в магазине и прикупив себе походный пробник, я совершенно была влюблена. В общем, long story short, да, укорачиваем историю. Пока я в истерике искала, где же мне купить парфюм like this, я заказала некоторые парфюмы от этой компании, от Libre d'Oranche, которые были на скидке. И покажу первый, который мне понравился пока что больше всех, он называется Dangerous Complicity. Здесь у нас... что-то какие-то описания у нас есть, чтобы я могла вам... нет, на коробочке описаний нет. Ну что, вы знаете, я не буду тратить ни свое, ни ваше время, если вам интересно, посмотрите, какая у него пирамида. Аромат позиционируется, если я правильно помню, как такой нательный, чувственно-тонкий. То есть он не такой животный и чувственный, как ароматы от Muscus, Narcisse Rodriguez и так далее, а как бы ровно наоборот. Такой скромно-чувственный аромат. Мне он очень понравился. Давайте я им еще раз намшикаюсь. Единственная в нем проблема лично для меня, что он на мне совершенно не держится. Либо он совсем на мне не держится, либо я теряю к нему нюх очень быстро. Я перестаю его на себе ощущать буквально за 15 минут. Несмотря на это, он мне безумно нравится. И долго-долго думая, я решила, что я все-таки себе его оставлю. С одной стороны, меня как бы немножко беспокоит тот факт, что он, возможно, нестойкий. Но у меня какое-то живет такое ощущение, что, может быть, просто я перестаю его чувствовать. Есть такая целая категория ароматов, которые так сживаются с вами, что другие, особенно нательные ароматы этим отличаются. Что, во-первых, их можно почувствовать только при ближайшем рассмотрении. И сам носящий их часто не замечает, в то время как они могут быть заметны кому-то другому. Кто к этому носящему аромат находится достаточно близко. Так что, да, свою коронованную персону я решила побаловать этим ароматом. И, в общем-то, я в нем не разочаровалась. Он, вот знаете, не хочу вдаваться в какие-то такие искусственные детали пирамиды, потому что я бы не сказала, что я в нем ощущаю какие-то ноты. Я в нем просто ощущаю вот такую чувствительную, мягкую sensuality, как вот говорят. Но она очень нательная. Если кто-то любит парфюмы, которые не являются, по сути, парфюмами, вот присмотритесь к Dentures Compusity. Очень осталась ей довольна. Быстренько сделаю ревью на два других аромата, которые мне понравились значительно меньше. Я купила Romantic Bijou. Я купила их чисто по описаниям, потому что не было времени тестировать, и они были на скидке. А Romantic Bijou мне напоминает такую слегка... Такую состаренную какую-то помаду. Немножко что-то вот от ароматов 80-х в нем присутствует. Не могу сказать, Красная Москва или нет. Я давно Красную Москву не вкушала. Но вот от него остается ощущение. Это не бабушкин сундук, потому что аромат не пыльный, а именно какой-то он маслянистый, старопомадный. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Мне лично такой вариант, к сожалению, не подходит, поэтому Romantic Bijou Romantic я верну обратно в Sephora. Благо, есть такая возможность. И третий аромат, который я у них взяла на затест, который назывался очень заманчиво, называется он True Lust. Да, Rayon Violet Blur. Не знаю, вам будет или нет. Если кто-то не может их найти онлайн, оставьте комментарий, я вам ссылки оставлю внизу тогда. Найду. Этот аромат тоже мне напоминает, что он такой... Ну, он менее такой старомодный, но при этом он такой немножко тяжелый, удушливый. Он... Не знаю, что-то в нем есть, что-то такое отладано даже, по-моему. Не мой аромат, скажу я вам так. Мне нравятся тяжелые ароматы, и мне даже нравятся ароматы с долей какого-то потона ладана, но этот уже очень, на мой взгляд, какой-то банальный. Из таких вот тяжелых ароматов с ладаном, как-то он меня ничем не зацепил. Нет в нем ни игры, ни перелива, ни какой-то такой вязкости и медовой тяжести, которая иногда мне нравится в тяжелых ароматах. Он просто какой-то деревянистый ладана, какой-то вот такой удушливый. Ну, вот, на мой. Это все им хо, вы же сами понимаете. Поэтому, да, True Lust я тоже решила вернуть, а Dangerous Complicity я оставляю в своей коллекции. Ну, и, естественно, буду искать, если получится, найду и куплю себе Like This, если их еще пока можно найти. Так что те из вас, кто заинтересовались ароматом Like This, имейте в виду, что-то там такое происходит, что он исчезает с полок магазинов, поэтому бежать, хватать и перепрятать. На Point взяла себе аромат Clementine California от Atelier Cologne, такую походную малюточку. Дайте я себе напомню, что он и о чем. Ох, я сейчас буду пахнуть всеми ароматами сразу. Он, на мой взгляд, я почему-то думала, что Clementine будет послаще, я думала, что Clementine будет несколько душистее. И этот аромат, я бы сказала, соответствует цветовой гамме коробочки. Он очень травянистый, даже горьковатый. То есть это такой горьковатый апельсинно-клементиновый аромат. В нем есть некая острота и такая вот зелёность, да, может быть травянистость какая-то, что-то в этом роде. Но, в принципе, аромат очень неплохой, мне кажется, именно будет на жаркое лето. Так что, да, рада, что у меня он появился в коллекции. Но я не думаю, что я в какой-то момент буду покупать его в полном объёме. Я, скорее всего, как бы отдушусь такой, такой свежак островатый. И move on, как говорится. Буду делать что-то дальше. Ой, конечно же, он должен был упасть. Где же ты, Кирилл? Пардонте. Не знаю, что меня грубо прервали, как в том фильме. Пришёл мне сэмплер аромата Мой Герлен. Ман Герлен, если я правильно переслышу. Наверное, неправильно. Знаете что? Описывается этот аромат. Мне было интересно, я рада была его получить в сэмпле. Единственное, что меня бесит, что в Сифоре какие-то сэмплы не заказывай с покупкой. Тебе придёт совершенно рандомный, неизвестный набор, как бы в толпу просить какие-то определённые сэмплы, если они всё равно тебе накидают всё подряд, что им кажется правильным. Не знаю, в общем, немножко это меня расстраивает. Ну ладно. Мон Герлен. Описывается он как? Что, даже по-русски есть? Свежесть особой-особой разновидности лаванды. Карла, выращенный в Провансе, контрастирует со сладострастьем индийского жасмина-самбак и сандала из Австралии, сливаясь в чувственном порыве с таитянской ванилью. Я не знаю, как насчёт сладострастия жасмина и чувственных порывов ванильных. Но аромат очень гурманский и при этом, на мой взгляд, не избитый гурманский аромат. Хотя, честно вам скажу, я небольшой знаток гурманских ароматов. Мне большинство из них кажутся немножко удушливо-сладкими. Этот мне понравился тем, что в нём абсолютно точно гурманская такая база, но она не бьёт в нос, она не слишком засахаренная, она не слишком заванилинная. И, наверное, её выводит на чуть более утончённый уровень именно та самая лаванда. Понравился ароматец Монгерлен. Я думаю, что я... Что ж ты падаешь всё время у меня? Я думаю, что я как следует попытаюсь несколько дней подряд пшикаться только этим пробником, чтобы понять именно, как он на мне живёт, да, и в какое ощущение у меня приводит. Пока первое впечатление, это редкий случай гурманского аромата, который бы я с удовольствием бы прикупила, особенно если я найду его в какой-то более приемлемой цене. Наверное, в полную цену, без всяких скидок. Ну, пока он не тянет, вот не тянет в спектре всего того, что у меня есть, на то, чтобы я за ним гонялась и уж покупала его в полную цену. Вы знаете, что почему-то мне немножко он напоминает? Он мне напоминает ещё Opium Black. У меня был когда-то его пробник. Вот тоже такой дорогой, сладкий, люксовый аромат. Если вы такое дело любите, и вы любите герленовские новинты, любите лаванду и любите гурманику, то стоит, наверное, вообще-то посмотреть. Для меня он более интересный, чем стандартные гурманские ароматы. Он, конечно, не нишевой. Мне нравится, что он чуть более элегантный, чем то, что обычно мне попадается в гурманике. Но, как я вам уже сказала, я не могу сказать, что я в него влюблена. Я его поношу и посмотрю, если как-то он впишется в моё шопинговое расписание. Далее. Куча мне пришла пробников, не буду на них концентрироваться. Всё это дело такое. Перемещаемся к ещё двум посылкам, которые мне подвезло. Меня Карина Такоева подвязала попробовать ароматы от так называемой арабской парфюмерии. Насколько я знаю, марка называется Atar. Правильно я говорю? У меня первый аромат, который она мне прислала на затест, на свой вкус. Это, ну, она и, собственно, марка вместе. Это Royal Scent Crystal. Я всё пытаюсь найти правильно. Я говорю, это Atar Parfumery. Да, Atar Collection. Я думаю, только ленивый не слышал про эти парфюмы. Я так заметила, что они особливо как-то прошлись по русскоязычному ютюбу. В англоязычном ютюбе и днём с огнём на них не найдёшь ревью. Что, наверное, вот это интересный факт. Я не знаю, что это значит на самом деле. Но, видимо, они охотятся именно на российском рынке. Пытаются найти себе какое-то нишевое место, отвоевать себе место под солнцем и в сердцах любительниц парфюмерии. Аромат у нас выглядит вот таким образом. Как вы можете видеть. Что я могу сказать про упаковку? Упаковка, опять же, имхо. Упаковка дешёвая. Такие парфюмы можно было в своё время купить на рынке. Выделка, что он тяжёлый, и это прибавляет ему некой весомости. Тем не менее, это у нас пластик. Это у нас покрашенная то ли пластик, то ли свинет, я не знаю. Но даже выделка на крышечке, она, я бы не сказала, что какого-то, знаете, такого хорошего качества. Не очень детальная. Здесь у нас покрашенное в золото стекло. Но, на мой взгляд, парфюм выглядел бы дороже, если бы, ну, во-первых, если вы уже вставляете такую, да, вот как бы резку по металлу, то всё-таки она должна быть сделана как следует, либо просто не надо её вставлять. И если бы бутылочка была не покрашена золотом, а была именно такого мутно-тёмно-золотого цвета и была бы матовая. Но это я, конечно, играю в дизайнера парфюмерии, тут это всё вкусовщина. Просто, не знаю, я не знаю, сколько они стоят точно. Вы, если хотите, можете меня просветить на эту тему. Но, что касается упаковки, упаковка очень праздничная, очень подобающая для подарка. Но то, что в ней находится, не выглядит как люксовый или нишевой парфюм, на мой взгляд. Что касается его составляющей, здесь у нас очень хороший, на мой взгляд, такой нежирный, несладкий, нерасплывающийся какой-то древесный состав. Опять же, если вы хотите полюбопытничать, я постараюсь ссылки найти внизу с подробными описаниями и отзывами. Я просто вам буду говорить своё личное впечатление на том, как он ссыл на меня, какие у меня от него ассоциации рождаются. Вот для меня это сухие деревяшечки, такие немножечко подгорелые. То ли это на моей коже, ну, возможно, наверное, на моей коже, то ли, в принципе, если кто-то, у кого-то был этот Royal Sands Crystal, дайте мне знать. Есть ли у вас эффект некой подгорелости, некого дымка, скажем так. Ну, вот у я его на себе явно чувствую. Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться. На мой взгляд, для того, чтобы... ну, называется он Royal Sands, то есть золотые пески. И для золотистости, мне кажется, ему не хватает какой-то... Вот чего-то, мне кажется, ему не хватает. Вот ему бы... он немножко, на мой взгляд, плосковат в своей деревянности. Вот хотелось бы, я, может, его буду с чем-то смешивать, его либо как-то распушить немножко, может быть, какой-то тогда флоральной составляющей, либо его уплотнить и закарамелить чем-то таким, чтобы у него был какой-то карамельно-медовая составляющая, которая бы тогда держала его в этой чажести, но, тем не менее, делала его как-то немножечко плотнее, либо пышнее с цветами, либо как-то плотнее и тягучее с какой-то вот еще вот одной составляющей. Вот как будто ему вот не хватает буквально одной ноты, на мой взгляд. Тем не менее, парфюм, на мой взгляд, является неплохой базой для того, чтобы сочетать с другими парфюмами. Например, у меня полно всяких каких-то фруктово-свежих или романтичных, или там какие-то полугурманских ароматов, которым не хватает базы. Вот такие парфюмы хороши для того, чтобы придавать основательность и толщину, да, и какую-то вот такую вот широту любому другому недостаточно состоятельному, недостаточно серьезному парфюму. Я, по крайней мере, так часто уплотняю парфюмы, когда я добавляю к ним либо какой-то мужской парфюм, у которого хорошая, такая цепкая, но не слишком шипровая база. Либо вот этот вот как раз для меня Royal Sense может послушать такой вот базой, на которую можно добавлять легкие, более легкомысленные, более какие-то переливающиеся акценты. Это что касается первого парфюма. Второй парфюм, который Карина тоже подобрала мне на свой вкус, это у нас вроде как их линейка, которая называется Selective. Очень тяжелая металлическая бутылка. В принципе, в принципе, выглядит она неплохо. Но, например, в сравнении с бутылочками, ну скажем, L'Artisan Parfumer, она немножечко менее деликатно выделана. Вот как бы, опять же, мне кажется, что я, опять же, я не знаю, насколько это ниша не ниша, люкс не люкс. Если это позиционируется как ниша, вроде как имя оно подсказывает, то лучше бы вложиться все-таки в более не солидное, потому что оно и так тяжелое, а в более утонченное, в более точно, аккуратно сделанное все, включая срезы, вот эту вот маркировку, то, что внизу. Вот понимаете, он не ощущается в руках, хоть он и тяжелый, как такой изысканный люксовый парфюм. Вот на мой взгляд, все-таки упаковка не доработана, плюс он подтекает вот в этой области, но это, возможно, только моя бутылка. Но все равно. Что касается селектив номер 2, здесь у нас все очень сложно. Сказано, что он годен до 2021 года, и нельзя его использовать по истечении срока годности. Интересный вопрос, почему нельзя? Изготовлено в Дубае, по-моему, и то, и другое. ОАЭ у нас здесь, да, в Дубае. Этот аромат меня оставил в некотором замешательстве, потому что и в самой бутылочке он даже получше пахнет, чем на мне. Ну, давайте я рискну здоровья, чуть-чуть обновлю впечатление. Он на мне, вот он в бутылочке, есть та же самая нота, просто на коже она у меня прям начинает очень резко проявляться. Знаете, какие-то гемеопатические травки, вот как вот то ли анис, то ли вот еще какая-то... У меня аж в насос фребет. Какая-то вот травяная herbal составляющая, не как скушенная трава, нет, не зеленые вот эти ноты, а вот именно какие-то специи лечебные. Вот прям вот что-то мне навевается вот из памяти, из детства моего, вот какие-то отвары. И, опять же, кому-то это хорошо, кому-то это пикантно. Мне нравится, что он начинает раскрываться через какое-то время, когда... Ну, вот эта нота, она с моей кожи к соли не уходит, не уходит очень быстро, ну, практически не уходит вообще, что меня немножко огорчает. Но, что начинает раскрываться на коже, когда нагревается он немножко, да, это перец. Я люблю ароматы с перцем, опять же, я не утверждаю, что он здесь есть, и в какой он там части где-то заявлен. Я вам говорю о своих ощущениях. Вот по ощущениям, когда он нагревается на коже, он становится горячее и немножко перченее. Это мне в нем очень нравится. Однако, описать этот аромат очень сложно. Наверное, в этом и заключается вся прелесть всяких селексивов такого рода. Он не гурманский, он не сладкий, он не деревянный, он не озонистый, он не такой, не такой, не такой. Он вот очень своеобразный. Если бы он был, вот если бы убрать из него этот травяной отвар, который почему-то именно на моей коже начинает прям сребить нос. Бутылочки я его тоже чувствую, но не так сильно. И вот этот перец вытащить побольше, побольше, и может быть опять вот для меня лично, либо его распушить какими-то, не ягодными, а какими-то, может быть, вот цветочно-фруктовыми нотами. Или наоборот, этот... Нет, мне бы хотелось. Или упудрить. Перец хорошо еще пудрится, на мой взгляд. Вот был бы просто вот уникальнейший был бы аромат для меня. Но вот этот вот травяной отвар, который вот хоть убей, вот никак не слезает с моей кожи, я ничего не смогу с этим поделать. Поэтому для меня этот аромат оказался неоднозначным. Тем не менее, спасибо большое Карине и бренду Атар за то, что позволили мне познакомиться с этой линейкой ароматов. Я так понимаю, что зря я не попросила в явном виде Куина Шиба. Я так понимаю, это у них один из самых продаваемых и таких, знаете, как бы нравится всем вариант. Ну уж, видимо, как-то вот я не сообразила сразу. Я не был интересен White Mask, но Карина меня предостерегла, что он очень-очень нательный. И, возможно, для меня это будет слишком, слишком мягко. Вот, поэтому она вот посоветовала, порекомендовала мне положиться на ее вкус. Спасибо большое за ароматы. Буду дальше их пробовать. Посмотрим, разносится на мне травка. И останется ли перец, или, может быть, я как-то смогу его смешать с какими-то другими ароматами. Может быть, носить на одежде, нежели на коже. Единственное, что, знаете, часто перечная нота не так хорошо раскрывается на одежде, как она раскрывается при нагревании на коже. По крайней мере, в моей практике использования парфюмов с такими-таки сухими специями, они лучше именно играют при нагревании на коже. Но вот эти травки, вот эти вот ровные отвары, они меня немножко мучают. Поэтому я буду пытаться его как-то либо смешивать с чем-то на шарфах на одежде носить, либо, может быть, разносится, может быть, перестану я так реагировать на вот эти вот, на эту гомеопатию. Посмотрим. По крайней мере, это точно я могу использовать как базу, его либо уплотнять, услощать, либо его немножко пушить какими-то цветами. А с этим, да, тут всё сложно, сложно, с ним мы ещё будем дальше общаться. Что касается парфюмерии, это у нас всё. И теперь мы перемещаемся к декоративной косметике. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...